Я рад приветствовать вас на нашем канале Техноарена, канале на котором вы всегда найдете подборки самых интересных и новых моделей электроники и техники. В этот раз я расскажу и покажу вам несколько лучших моделей умных колонок. Эти умные устройства призваны улучшить и упростить взаимодействие с другими системами в доме, да и просто развлечь своего хозяина. По сути, все колонки это один из простейших голосовых интерфейсов с различными реализациями. Например, самые популярные серии Алиса Маруся голосовой помощник гугл. Помимо этого есть и десятки других разработок голосовых помощников от более мелких разработчиков, которые интегрируются в умные колонки. А пока я не начал, рекомендую подписаться на наш канал Техноарена и нажать на колокольчик, тогда вы всегда будете оставаться в тренде новинок техники и электроники. Можете уже сейчас поставить лайк для поддержки и развития канала. А если вас заинтересует какая-то колонка из топа, добро пожаловать в комментарии, там я собрал для вас все ссылки на модели. А я потихоньку начинаю. Умная колонка LG XBoom AI Thank You WK7Y легко интегрируется с многочисленными устройствами от Яндекса или других производителей. В зависимости от функционала техники или электроники, колонка может включать и выключать свет, управлять телевизором, кондиционером и даже поставить умный чайник. Так как изначально эта колонка, то и звуковые технологии здесь реализованы на должном уровне. Мощность устройства составляет 30 Вт, а для обеспечения частоты аудио LG подключила к разработке компанию Meridian, разработчика аудиосистем. Специальные функции Enhanced Bass и Clear Vocal улучшают качество звука от колонки даже на высокой громкости. В колонку интегрирована голосовая помощница Алиса от Яндекса. С ее помощью можно управлять подключенной к системе техникой и электроникой, а также скрасить скучный вечер разговором, игрой или сказкой. Последний пункт особенно интересен для людей с маленькими детьми. В общем, довольно интересная колонка с большим запасом функционала и перспектив. Полномасштабная версия Яндекс.Станции – самая мощная из всей линейки. Внешне выглядит немного массивно, но это из-за количества используемых компонентов. Внутри установлено целых пять динамиков, которые разделяются на свои звуковые амплуа, поэтому каждые частоты звучат как натуральные. Их суммарная мощность составляет 65 Вт, что позволяет колонке вполне успешно заменять стандартные домашние акустические системы. Интересно, что если у вас уже есть другие версии станции, то их можно объединить и слушать в режиме мультирума. То есть в каждой комнате будет играть своя версия станции на одну и ту же музыку. Кроме музыки, станция может показывать фильмы и сериалы. Для этого она оснащена портом HDMI, который может быть подключен к любому современному телевизору. А если Wi-Fi нестабилен для качественного 4К, то в запасе есть разъем Ethernet для подключения интернета по кабелю. Естественно, что в качестве голосового помощника используется Алиса. Здесь она умеет массу самых разнообразных вещей – послушать музыку, посмотреть фильм, поговорить, управлять устройствами в системе. Кстати, стоит отметить, что имеется огромное количество устройств, работающих с Алисой. Розетки, чайники, увлажнители, даже мультиварки. В общем, есть где развернуться. VK капсула – разработка ВК. Поэтому внутри нее реализован собственный голосовой помощник ВК Маруся. Она умеет поддержать разговор, напоминать о событиях, управлять техникой, интегрированной в систему умного дома. Сама колонка имеет весьма лаконичный и эргономичный дизайн. При этом внутри установлена достаточно мощная аудиосистема, что позволит использовать колонку как медиапроигрыватель. ВК капсула помогает развиваться детям. Она может делиться интересными фактами и отвечать на детские вопросы, а кроме того, знает массу сказок, в том числе и интерактивных. Колонка может работать с видеосервисом Wing. Соответственно, можно управлять фильмами, сериалами и другим медиаконтентом. Так как Маруся является частью системы ВКонтакте, у нее имеется функция звонков друзьям из этой социальной сети. Капсула способна подружиться на цифровом уровне со многими устройствами из систем умного дома. Сюда входят лампочки, розетки, разнообразные датчики, реле и прочие устройства. ВК капсула – отличное средство не только для развлечений, но и для управления домашними приборами. Умная колонка от Apple HomePod Mini при своей компактности имеет довольно мощную акустическую систему на 30 Вт. При этом она выдает достаточно чистый и качественный звук за счет нескольких динамиков. За производительность отвечает процессор собственной разработки Apple S5. Конструкция колонки выполнена таким образом, чтобы звук распространялся равномерно во все стороны. Массив колонок HomePod Mini умеет объединяться и воспроизводить одну мелодию на всех. Система из четырех микрофонов обеспечивает надежное распознавание обращений пользователя, уверенно отличая их от звуков, исходящих из колонки. Колонка прекрасно себя чувствует в системе Apple Music и Apple Podcasts. В качестве голосового помощника используется Siri от Apple. Она может разобраться, кто из членов семьи к ней обращается и учесть особенности каждого, чтобы предложить соответствующие рекомендации. Siri помогает звонить по телефону, рассказать свежие новости, напомнить о событиях и многое другое. HomePod Mini совместима с системой умного дома Apple HomeKit. Управление роботами-пылесосами, умными розетками и прочими домашними приборами можно осуществить с помощью этой колонки. Интересной функцией является осуществление звонков между колонками HomePod. Если одна стоит в кухне, с нее можно позвонить другому члену семьи на другую колонку, например, в спальне. Естественно, что HomePod Mini совместима с Apple TV, iPhone и iPad. Новая уменьшенная версия колонки от Яндекса. Новая интересная особенностью дизайна является наличие встроенного дисплея с часами, на котором помимо времени может отображаться и погода. Кроме того, яркость подсветки регулируется автоматически, исходя из уровня освещения. Маленькая колонка обладает весьма высоким уровнем мощности в 10 Вт. Голосом и мозгом колонки является Алиса от Яндекса. Она обладает множеством функций. Умеет просто разговаривать, рассказывать сказки, управлять медиаконтентом, управлять приборами и техникой в составе умного дома. Яндекс.Новая станция Мини умеет управлять массой разнообразных устройств от розеток до мультиварок. Беспроводные интерфейсы представлены Bluetooth и Wi-Fi. Кстати, Wi-Fi работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Колонка отлично подойдет в качестве дополнения к уже имеющемуся умному дому или как первое устройство из этого семейства. Компактная версия умной колонки ВК-капсула. Сразу в глаза бросается небольшой LED-экран в формате часов, да и габариты заметно меньше. Но при этом звук весьма неплох, хотя мощности всего 5 Вт. Также, как и в полной версии, для подключения используются беспроводные протоколы Wi-Fi и Bluetooth. Wi-Fi может работать в двух диапазонах. В качестве голосового помощника используется Маруся от ВК. Это очень функциональная и перспективная система, и подойдет как для взрослых, так и для детей. Взрослые могут управлять любой техникой, подключенной к системе умного дома, включать музыку и фильмы. Дети могут послушать сказку колыбельную или просто весело поболтать с виртуальным собеседником. ВК-капсула мини отлично подходит в качестве самой первой колонки, которая поможет освоиться в мире техники умного дома и научиться управлять подобными голосовыми устройствами. Самая простая и доступная модификация умной колонки от Яндекса. На выбор предлагается несколько вариантов расцветки на любой вкус и цвет. В отличие от других станций, это не имеет тканевой обивки и сделано из пластика. Мощность широкополосного динамика составляет 5 Вт. Для улавливания звуков используется 4 динамика, которые гарантируют точное и надежное распознавание запросов пользователя. Помимо голосового управления можно использовать несколько сенсорных кнопок на верхней части корпуса. По Bluetooth можно подключить Яндекс.Станцию Lite к телефону и слушать музыку оттуда. Управляется колонка с помощью фирменного голосового помощника Алиса. Она многофункциональна и обладает широким рядом возможностей. Самый простой из них – включение и управление музыкой. Кроме того, она умеет включать фильмы, управлять домашней техникой и рассказывать детям сказки. А если пользователю станет скучно, то она может просто поболтать с ним. На этом у меня все. Я надеюсь, что вы смогли найти для себя что-то интересное в этом топе. Если да, то можете зайти в описании к видео. Там я собрал для вас ссылки на товары из ролика. Вы можете поддержать наш канал Техноарена подпиской и лайком. Не забудьте после этого нажать на колокольчик, он не даст пропустить новые выпуски интересных топов. А если вам хочется выразить свое мнение по поводу какой-либо колонки, добро пожаловать в комментарии. До свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok